Всем привет, друзья! Это Зомби Вегас. Сегодня у нас игра Gloomhaven, которая вышла буквально вчера в ранний доступ. В раннем доступе она будет буквально 9-12 месяцев, в ходе которых разработчики будут доработать игру как только смогут. Отмечу, что игра сделана на основе настольной игры, которая очень популярна, очень известна, очень глобально. Я для вас даже вынес немножко информации по этой игре, кому интересно. Вот так она выглядит. Коробка. В этой коробке умещается 1700 карточек. Это только карточки. Кроме того, еще есть куча разных специальных карт, ну, специальных фишек и так далее. То есть игра очень масштабная, интересная, объемная. В ней есть всего 17 классов. Но что касается игры, которой сейчас мы можем поиграть, в ней доступно только 4 класса, 9 видов врагов и 3 босса. То есть, в принципе, игра будет дорабатываться. Я так понимаю, они в идеале сделают такое же соответствие, как есть в настольной версии. Ну, а пока что у нас такая мини-версия, но поиграть уже можно достаточно интересно, поубивать боссов, 3 босса пока доступно. Так что, в принципе, неплохо. И сегодня я хочу показать вам геймплей, начало. Если будет интересно, то, может быть, поиграем даже больше. Ну, а сегодня мы начинаем. Поехали. Итак, Gloomhaven. Первое, что мы видим, что у нас пока заблокированы все режимы игры. Разработчики сделали видео для обучения, поэтому я уже его посмотрел. Плюс-минус, чтобы понимать, как это все происходит, буду объяснять по ходу дела. Первое, что мы можем сделать, это выбрать партию. Мы можем выбрать 2 героя для начала. А пока что у нас остальные варианты заблокированы. То есть, всего 2 героя из тех, что у нас есть. То есть, 4 героя и все вариации, которые возможны. Я думаю, что мы возьмем самую стандартную, которая у нас первоначально дается. Отсущем, по всему, достаточно 2 танковых героя. И мы начинаем. Кстати говоря, я беру еще внимание, что у каждого из них есть карточки, которые можно изучить. У них есть верхняя часть и нижняя часть. Насколько я понял, нужно использовать верхнюю часть одной карточки и нижнюю часть другой карточки. И в каждый ход мы используем 2 карточки. Если мы их, конечно, хотим. что касается этого героя у него свои скиллы то есть на самом деле у 4 героев как вы понимаете порядка в сумме 40 скиллов то есть есть где разыграться начинаем а сложность разница в чем на легкой сложности врагов меньше наши герои получают карточку на блэс то есть благосвоение и наши герои более живучие на харде наши герои просто более живучие на инсейне вообще никаких бонусов нету я думаю сыграем на нормале потому что я думаю что игра не самая простая считаю что она сделана по настолке то я думаю что она будет тяжелой смотрите мы первое что мы делаем это мы слышим разговором двух мирных жителей которые обсуждают что какой-то бандит который здесь орудует он занялся некромантией такой вот сюжетик нам показывают его логово которое находится неподалеку у нас есть три пути тяжелые средние легкие пойдем конечно сначала по легкому попробуем поубивать я уже немножечко разобрался механика боя поэтому я хочу вам их показать это наверное самое важное что хотел бы сегодня в этом видео показать потому что все остальное будем смотреть потом а сейчас нам интересно просто вот разобраться как это все работает потому что непривычная система на самом деле обычно привыкли использовать карточки понимаешь что они рано или поздно к нам вернуться а здесь они могут у нас исчезнуть по не того что если мы там скинем скипнем то мы не сможем использовать бою еще раз ну сейчас более подробно расскажу по ходу боя смотрите у нас каждый герой выбирает себе две карточки начале боя чем начале каждого раунда он использует одну из опций на каждой карточке в частности на одной карточке он использует первую опцию на вторую вторую то есть грубо говоря пролистывая все скиллы которые у нас есть мы сразу же понимаем что например желательно чтобы один скилл было на передвижение что можно было выдать противнику а второй был скилл был на то чтобы мы могли противника убить то есть это ну это одна из комбинаций понятное дело их будет больше в игре но у нас герои могут принципе вначале немножечко буквально чуточку подвинулся как-то немножко муторно происходит но это факт и мы смотрим скиллы смотрите тут в принципе скелета можем убить достаточно легко нужно немножечко к нему подойти то есть достаточно будет мув любой у нас видите внизу нижние эффекты это все почему нам хватит атаки легенькой у нас нету по моему очень сильно атаки а вот есть атака на 6 давайте возьмем ее чтобы сразу же убить скелета и таким образом пройти дальше и возьмем какой-нибудь мув например вот такой самый простой этому этого героя выставили что вы касается этого героя у него свои скиллы него свои проблемы так сказать что у нас есть у нас есть очень слабенький противник спереди то есть мы можем в принципе взять какой-то скилл который еле косует который нам больше не понадобится но мы сможем с его помощью очень расправиться говоря можем взять даже здесь нижний и верхний эффект это дальняя атака которая позволит нам кинуть камень противника что мы еще можем такого интересного сделать так мув джамп ну принципе все остальное не так интересно сожалению выбрать одну карточку не можем поэтому в таком случае сделаем по-другому и просто-напросто используем как раз этого скилл для того чтобы поднять золото нижний эффект ну да в принципе давайте так и сделаем нам показывает что предъявники будут делать насколько я понял вот так это выглядит скелет даже умудрился на двоих напасть так мы можем либо использовать карточку сжечь ее таким образом избежать урона его можем получить урон но если это касается урона скажем 4 единицы или больше это имеет смысл то есть это и одна единица то принципе мы такой дэмаж принесем имеет смысл его принять на себя смотрите первая карточка которую мы используем сейчас она будет определяющей потому что она определяет вторую которую мы будем использовать поэтому просто поэтому мы берем сразу же используем атаку на ближайшую цель вот мы победили дэмаж превысил ожидания так сказать и мы сразу же побежим к противнику чтобы в следующем ходу напасть на него здесь можно скипнуть если мы используем все что мы хотели мы скипаем просто чтобы дать понять игре что мы больше не хотим использовать этого персонажа в этом ходу здесь мы можем сжечь одну из карт я думаю что мы сжигать не будем получим дэмэж ничего страшного у нас принципе есть хил и у нас есть бросок в принципе есть бросок очень даже неплохой давайте кинем сразу же камень да вот противники погибли и давайте плутнем золотишко да мы так и сделали все мы заканчиваем ход то есть мы сделали в этом ходу максимально эффективно все что хотели здесь нам достаточно будет я думаю кого-то быстрого пробегания если говоря можно еще подхилять да и этом хил был да вот и схем то есть мы выбрали этот герой будет хилять этого а здесь мы собственно попытаемся убить персонажа противника то есть вот здесь атака на 4 и есть мув перейдем в следующую комнату так давайте начнем с этого героя если не ошибаюсь таможен а нет получается здесь очередность есть данной ситуации хорошо значит от начинаем с атаки противник умирает отлично и теперь время мува то есть мы если проходим сюда мы открываем комнату сразу же оцениваем ситуацию это вторая комната здесь принципе нет больше комнат то есть это последняя если мы сюда зашли то мы собственно убиваем противников скорее смотрите мы можем пройти и да если мы прошли через противника можно нанести еще атаку это хитренько использовали и противник умер просто за счет того что мы грамотно использовали карточку при движении то есть так понимаю в игре будет очень много таких комбинаций сами думаете целых 17 классов 17 у каждого там по 8 10 карточек это очень большие возможности самом деле так у этого героя конечно я немножко перестарался на я немножко не захотел но в принципе видит на некоторых карточках очень много эффектов и поэтому мы можем в принципе использовать очень много всего вода на просивка и что он когда добегает до кота зоны то он ступает бьет по земле и все вокруг получают урон неплохо неплохо давайте используем сверху он герстиль нет немножко но это понимаю мне был вариант только скиднуть карточка в конечном итоге на фирмок отказалась бы в отбое поэтому лучше хернуться на один чем вообще не хернуться а здесь у нас нужно просто чтобы хватило карточек на всех врагов ведь некоторые карточки сжигаются если мы использовали вот поэтому нужно чтобы карточек хватило потому что эти карточки кончается то мы очень плохой ситуации очень плохой давайте используем вот это и немножко пробежим а у этого героя мы собственно попытаемся как грамотно сыграть 5 дамажа внести 5 дамаджа смотрим они миссию давай тогда сделаем вот это и собственно говоря видите у нас есть на некоторых карточках негативные эффекты конечно же давайте вот какую-то вот такую атаку выберем сколько здесь байдю дамажа здесь байдю дамажа 2 не останется три жизни в этом нужно атака на 3 какая-нибудь любая отмечу что принципе у нас и скил куда который бьет вот вот таким образом у нас пока нету противников по которым можно это эффективно сделать поэтому давайте на использовать атаку на 4 чтобы убить его хотя бы минимизировать урон и собственно давайте используем еще передвижение с торнадо пытаемся его его разоружить и оценим что это даст подозреваю что он стал немножечко слабее давайте сразу героем провяжем наперед возьмем более боевую позицию скорее можно толкнуть противника ну что он это даст принципе мы сможем ближе больше шансов будет что мы доберемся этим героем принципе это не худшая идея заканчиваем ход они начинают бафать на себя защиту очень интенсивно пошли бафаться пока геймплей выглядит так несколько топорно знаете плане того что все кто медленно так не очень красиво происходит может быть и придираюсь но на самом деле пока впечатление средненькие сама механика боя мне нравится это интересно такой вот режим игры давайте сожжем что-нибудь не я на самом деле хочу дэмэж получить уже есть честно потому что я боюсь что если мы сейчас не будем получать дэмэж что мы конечно в итоге закончим очень плохо давайте используем атаку отлично мы этого убили заканчиваем ход и до заканчиваем раунд можем отдохнуть и восстановить карточки которые у нас не сожжены то есть принципе неплохая вещь нам мы теряем в одну из карточек которая сброшена но в то же время мы устанавливаем все оставшиеся давайте верно здесь попытаемся как-то скомбинировать нам нужно убить персонажа которого три жизни я вижу что у нас в скилл нам поможет здесь мы определились раз-два-три принесли что мы не доходим по сути ну ладно принципе не критично здесь же у нас есть атака на 4 с не ошибаюсь нет атаки на 4 нету поэтому остается нам только одно остается нам только комбинировать вот в таком виде говоря давать на раз здесь поменяем потому что у нас нету хила где-то есть хил интересно да вот есть хилл давайте здесь нижний используем на хилл соответственно мы берем мулл используем вот так и я видел там атака была на дальний рейндж если не ошибаюсь говорят да смотрите мы можем использовать две карточки просто здесь мы возьмем щит на союзника а здесь мы возьмем хилл возьмем атаку щит и хилл да нет и атаку пойдем да в принципе все правильно закончили у нас очередность выстроилась то есть в принципе мы ходим вот этим героем вот этим героем мы ходим последними то есть это очень даже нехорошо самом деле давайте хильнем его очень ачит накинем ага он даже может потерять немножко давайте сожжем одну карточку вариантов всего два я честно говоря не знаю чем это закончится в конечном итоге просто у нас не будет карточки на следующий ход но у нас будет возможность отдохнуть в принципе так и атаку используем нам кого лучше пить принципе этот по любому умрет потому что он близко к партии нашим героям а вот это достаточно легко давайте его первую очередь ударим отлично так эти мы походили теперь противника начинают наносить нам урон сильный урон между прочим так ну что вам остается давайте сожжем какие-то две карточки вот эту и вот эту например следующий урон можно получать в принципе тут можно дэмэдж получать 5 дэмэджа поджигает противник получается нас ну я думаю что мы сожжем одну из доступных карточек в частности вот эту сколько урона прошло а все урон не прошел отлично ну что ж здесь у нас на самом деле такая ситуация что нам нужно вы подойти и ударить хотя не знаю что давайте наверное отменим сначала дадим атаку а потом уже подойдем атаку вот сюда даем добиваем таким образом лучника он что был под защитой ты пропустил этот момент они с баффер из да да это я не прав на самом деле уводим нашего героя который более уязвимый так у нас возможность есть немножко отдохнуть или можно сильно отдохнуть так понимаю сильный отдых он используется вместе с какой-то карточкой а он чисто пропускает ход если использует долгий отдых ладно понял давайте используем легкий отдых я думаю что мы скинем себе давайте скинем эту карточку у нас останется немножко действий нам осталось все немножко то есть нам нужно главное постараться их добить вот если говоря еще щит можно использовать то есть грубо говоря когда мы потом будут наносить урон мы будем получать на себя щит немножко больше нас продержат в игре здесь же у нас что остается у нас в принципе остается атака вот такая к сожалению не попадает по двоим и передвижение по противникам которых мы зацепим то есть мы сейчас возьмем вот эту комбинацию грамотно используем начинает этот герой точнее вот этот да он начинает мы используем вот этот вот эту штуку отлично и атаку по вот этому лучнику он должен уже умирать наконец-то с этого хода потому что он уже без защиты да он умер благополучно я доволен противник немножко подхилялся давайте получим немного дэмэджа мы должны за защиту получить ну я имею ввиду что защиту так здесь мы используем вот эту штуку и атаку цель получается что мы будем проходить противника вот так вот пробежим то есть он будет иммобилайзе то есть он не сможет совершать действия мы в свою очередь будем чувствовать себя хорошо потому что он застанется все дальше мы двигаться не будем теперь мы наносим атаку я немножко криво это сделал конечно в плане того что мог попасть по этому герою но я не подошел к нему достаточно близко ну ладно на самом деле не критично вот сам этого персонажа и в принципе с следующего хода мы должны уже их убивать раунд заканчивается видите у нас герой не было карточек поэтому он просто умер к этому нужно привыкнуть на самом деле ну это такая механика которая не очень привычная я думаю что мы сейчас используем хил получим демо же немного больно больно-больно смотрите у нас останется 5 жизней еще так настало мое время я так понимаю да уже можно выбрать а мы потеряем какую-то карточку давайте уберем какую-то карточку вот типа этой потому что нам очень не понадобится да мы заканчиваем ход начинается новый раунд мы выбираем уже на место действия как-то говоря там по-моему есть какое-то атака на 3 есть в принципе ну да у нас кстати вариантов это немного везде давайте возьмем наверное атаку на 3 и хильчик возьмем вот так вот наш герой входит даже не первый давайте получим демаж ничего страшного а вот это страшно на самом деле да это неприятно почему-то этот скил не сработал в этот раз ну ладно давайте льнемся ну вы знаете я вот теперь понимаю почему сложность высокая если если мы как раз повышаем количество врагов потому что демаж заходит очень нехило да это мы его подожгли то есть он умер это очень удачно потому что я уже забыл про атака 3 то есть мы кидаем камень просто и чувствуем себя отлично противник собрался двигаться и атаковать я так понимаю мы на грани фола конечно играем смотрите я думаю что мы сейчас залутнем золотишко и закончим атакой которая я надеюсь убьет противника иначе нам конец да это случилось мы выиграли победили 8 врагов и что после этого происходит мы судя по всем вернемся на карту у нас восстановится наверное все что у нас было мы получили экспо экспо у нас мало у нас появились опции в принципе это разные противники и мы сами выбираем куда идти что ж такая вот игра такая вот механика боя пока я буквально символически вам показал чтобы вы понимали как выглядит бой кому интересно он сможет попробовать кому не интересно то ну увы да всем большое спасибо за просмотр надеюсь вам было интересно и обязательно пишите фидбэк если вам интересна какая-то игра да и обязательно заходите в дискорд канал если вам интересно там у нас сообщение на игровые темы где в принципе можно и с жизнью пообщаться спокойно если будет желание так что заходите ссылка будет в комментариях прикрепленном и всем хорошего вечера хорошего настроения и всем хорошего вечера спасибо за просмотр Продолжение следует...